Первое упоминание о картине относится к 23 ноября 1799 года. Тогдашний директор галереи Уфицы Тамазо Пучини пишет о ней великому Герцелу Фердинанду III Ватарингскому. Из-за наполеоновских волнений Фердинанд в то время находился в Вене и там получил письмо, в котором Пучини рассказывает, что видел у одного флорентийского негацианта хорошо сохранившуюся работу второй манеры Рафаэля из Урбину и просит разрешения на ее покупку. Поскольку в результате грабежей французов дворец Питер лишился ценнейших картин санкцию, Фердинанд III без колебаний пошел на затраты. Фердинанд III, увидев картину, был настолько очарован, что пожелал взять ее с собой в изгнание, в Вюртсбург. Вернувшись во Флоренцию, он повелел повесить ее в своей спальне, а не в публичной галерее Дворца Пити. Так она стала называться «Мадонной великого герцога» Мадонна дель Грандука. Радиографическое исследование обнаружило наличие другого фона под слоем черной краски. Находящийся в галерее Уфице во Флоренции рисунок свидетельствует, что Рафаэль поначалу планировал Мадонну на фоне пейзажа. Первоначальное местоположение картины неизвестно. Скорее всего, она предназначалась частному загасчику. Ее датируют примерно 1506 годом из-за легкого налета влияния Леонарду. Простая и гармоничная по композиции, картина часто сравнивается с более сложной Мадонной в кресле, относящейся к римскому периоду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok